Друзья, всем привет! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассуждаю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами. Друзья, если не видели, смотрите мой видос с утренним обзором российского фондового рынка, оставлю вам ссылочку и также посмотрите видео с моими результатами за прошедшую неделю. Ну а сегодня решил я записать такое небольшое обучающее видео для начинающих инвесторов. Ну если вы инвестор уже не начинающий, я так думаю тоже, возможно, что-то полезное из этого видео вы сегодня почерпнете. Давайте обсудим, что такое лот акций и вообще лот любого актива, который торгуется на российском рынке. Я так думаю, вы слышали такое понятие и знаете о том, что лот одной единицы актива не всегда совпадает с единицами измерения этого актива. Ну давайте обо всем более подробно. Ну начинаем, друзья, с американского рынка. Я напомню, что торговля американскими акциями у нас происходит на Санкт-Петербургской бирже. Ну и давайте попробуем покопаться с помощью приложения моего брокера Тинькофф. В Америке, друзья, все очень просто. Один лот это одна акция. Соответственно, для того, чтобы понять, сколько вам денег понадобится для покупки определенного актива, вы просто смотрите, сколько стоит одна американская акция и это же будет равняться одному лоту. Ну, например, мы заходим в компанию Alliant Energy, которая есть в моем портфеле, мы видим, что одна акция стоит 46 долларов 59 центов. Переводим по примерно актуальному курсу, по 71 рубль за доллар, и получаем, что одна акция этой компании обойдется вам в 3307 рублей 80 копеек. Надо иметь в виду, что на американском рынке акции, в принципе, довольно дорогостоящие. Например, вот акция Apple стоит уже 324 доллара, это примерно 23 тысячи рублей. Ну и есть в Америке совсем тяжеловесы. Например, акции компании Amazon стоят за штуку 2464 доллара, это примерно 175 тысяч рублей. Так что, друзья, соизмеряйте свои возможности, американский рынок, в принципе, довольно дороговат. Далее все просто. Мы жмем на кнопочку купить, выбираем счет, на который мы хотим приобрести. Но важно, чтобы на этом счете было нужное количество именно необходимой валюты. То есть, если вы покупаете американский актив, то предварительно надо рубли переконвертировать в доллары. Обращайте внимание на комиссию, поскольку за это брокер тоже с вас денежку берет. Теперь, друзья, давайте разбираться, что у нас происходит на российском рынке. Здесь ситуация несколько посложнее. Ну, давайте к акциям перейдем попозже. Начнем с облигаций. Облигации имеют номинал, как правило, в одну тысячу рублей, но при этом облигация может стоить либо чуть дороже, либо чуть дешевле. Ну, например, вот у меня есть облигация FK-система, которая в настоящий момент стоит 102% от номинала. Это значит, что ее цена 1029 рублей. Соответственно, именно такое количество денег вам понадобится для покупки одного лота. Теперь, друзья, про ETF. Это инструмент, так называемый фонд, когда брокер, либо иная организация инвестирует очень большие деньги в какой-то актив, а вам предлагает поучаствовать в этих инвестициях. Так вот, номинальным лотом для ETF тоже является именно та сумма, которая прописана в стоимости данного ETF. Ну, вот, например, Финексовский ETF на акции американских компаний стоит 3865 рублей. Ну и, как мы видим, цена его также постоянно меняется, но при этом за один лот вы получите именно один данный актив. Фьючерсы, друзья. Давайте разберем на примере фьючерса на золото. Это уже довольно-таки сложный элемент, если вы только начинаете инвестировать, пока не занимаетесь такими сложными материями, начинаете с чего-то более простого, с ОФЗ, облигаций, каких-то понятных вам именно акций. Фьючерс – это уже контракты, но, в частности, данный контракт является расчетным, и стоит он 1731 пункт. Давайте посмотрим, сколько понадобится денег для покупки этого актива. Один фьючерсный контракт на золото стоит на текущий момент 124057 рублей, но надо иметь в виду, что для работы на срочном рынке вам еще необходимо гарантийное обеспечение, которое у меня отсутствует, потому что на срочный рынок я денег не заводил. Ну и в случае его наличия, этого гарантийного обеспечения, вы можете приобретать фьючерсы по значительно меньшей цене, там, ну, порядка 10-20%, например, от стоимости контракта. Ну и теперь, друзья, давайте переходим к акциям. На российском рынке один лот – это не всегда одна акция, хотя таковой тоже встречается, но, например, вот яркий пример – это Норильский никель, одна акция которого стоит 22692 рубля, соответственно, приобретая один лот, вы одну акцию и получаете. Аналогичным образом, одна акция Лукоила – это тоже один лот, и стоит он 5527 рублей на текущий момент. Встречается, что в одном лоте находится 10 российских акций, ну, самый, наверное, простой пример – это Сбербанк. Мы видим, что одна обычная акция Сбербанка стоит 194 рубля 20 копеек, но при этом минимальная возможная покупка – количество 10 штук. Мы видим, что один лот данных акций будет стоить 1942 рубля, и в одном лоте у вас будет 10 акций Сбербанка. Ну и это, друзья, не предел, возможно, еще большее количество акций в одном лоте, например, акции компании ОГК-2. Это крупнейшая российская энергетическая компания, которая образовалась в результате реформы РАО ЕС. Так вот, одна акция данной компании стоит 66 копеек, и мы видим, что при покупке купить этот лот нам придется заплатить 669 рублей, и в одном лоте у нас будет 1000 данных акций. Ну, а самый, друзья, крупный лот, который я лично встречал на российском фондовом рынке – это акции компании ВТБ. 3 копейки стоит одна акция, и мы видим, что в одном лоте находится аж 10 тысяч штук таких акций, и один лот обойдется нам в 355 рублей. Ну что, друзья, если резюмировать, какой вывод можно сделать по вышеизложенному? Всегда обращайте внимание не на стоимость одной акции, а на то, сколько этих акций находится в лоте, особенно если мы говорим про российский рынок, потому что это количество может не совпадать. Ну и еще несколько слов я скажу вам про валюту. Здесь уже зависит от брокера, сколько единиц определенной валюты находится в одном лоте. Ну вот, например, у брокера открытие не очень удобно для того, чтобы купить себе, например, доллары, и на них купить американские акции. Минимальный лот составляет 1000 единиц, то есть необходимо 71 тысячу рублей отвалить для того, чтобы купить себе долларов. А вот у брокера Тинькофф, например, один лот равен одной условной единице, ну, соответственно, мы можем купить себе 1, 2, 3 или 10 долларов в зависимости от того, сколько нам необходимо. Этот критерий в том числе является важным для выбора вашего брокера, так что обращайте на все эти вещи внимание. Ну что, друзья, я надеюсь, небольшой ликбез мы сегодня провели. Теперь мы знаем, что такое лот, какие лоты существуют на российском фондовом срочном и денежном рынках. Ну и я так думаю, эти моменты более у нас вопросы вызывать не должны. Все, друзья, всем, кому было любопытно, подписывайтесь на мой канал, рассказываю вам о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и учусь инвестировать вместе с вами вечером. Не забывайте, как обычно, сниму видос с итогами торгового дня и с прогнозом на день завтрашний. Хорошего вам дня, друзья. Пока-пока.